Упейте фиалки, ведь таких не найти вам Взгляните, как яркий, и душистый навилок Расцветает шафран, незабудки тюльпан По стране необъятной Расцвели на окошке фиалки, бледно-розовым цветом зари Пусть они не особенно ярки, словно светятся изнутри Так нежны, так изысканно милы, будто маленький остров любви И полны притягательной силы, будоражащей чувства в крови На цветочное чудо любуясь, взгляд не в силах от них оторвать Инстинктом души повинуясь, мне и хочется расцеловать Здравствуйте, я Алина Меньшина Пик моды на разведение фиалок пришелся на 70-80-е годы К началу 90-х мода прошла В 90-е угасло совсем, не до фиалок было А после кризиса 98-го года мода снова стала набирать обороты Эдакое красивое бюджетное хобби Снова стали проходить выставки, где самые стойкие показывали своим чудом сохраненные коллекции Фирмы и цветочные магазинчики показывали достижения фиалководства Где народ делился опытом и листочками, прямо начиная со входа На одну такую выставку попала и я сегодня Ну как тут не поддаться всеобщему настроению Может сейчас и я выйду от хозяйки фиалок с тремя пятью листочками И полной головой инструкций по выращиванию фиалок А хозяйка фиалок – это хозяйка химической лаборатории Научно-исследовательского центра Северского трубного завода Ну конечно, первоочередная задача специалистов лаборатории Это входной контроль сырья и материалов, поступающих на завод А свободные минутки Любови Андреевны заняты фиалками Фиалками розовыми, сиреневыми, голубыми Фиалками нежными и очаровательными Во-первых, все равно мы ходим мимо и заходим посмотреть, полюбоваться Так, между прочим, между анализами раз забежал, посмотрел Все равно настроение поднимается и улыбаются все Фиалки в лаборатории появились много лет назад Прививку на любовь к фиалкам сделала своим коллегам бывшая работница Лаборант-препаратор Маргарита Сергеевна С тех пор и повелось Фиалки украшают, радуют, дарят, умиляют Она начала собирать фиалки, начала выписывать их отовсюду Ну и стала разводить И девочки загорелись Начали у нее по листочку, по листочку Начали тоже заводить фиалочки Первый листочек, второй Вот зацвел самый первый цветочек Он набивной, нежно-фиолетовый, с белыми перистыми краешками Прелесть! Может кто-то из знатоков этого комнатного любимца подскажет название А вы знаете, что растения дают нам больше, чем красоту и уют? Например, они помогают человеку незаметно и безболезненно изменить жизнь Или свое отношение к чему-то неприятному На сегодняшний день комнатные цветы Синполия имеют много различных сортов С разнообразными цветами и даже листьями От того, какого цвета у вас фиалка узумбарская, зависит на какую сферу жизни она влияет Комнатные цветы Синполия в астрологии относятся к знаку Зодиака Телец Знак Телец любит материальный достаток И для него очень важно, чтобы вокруг было красиво и уютно В кабинете начальника химической лаборатории тоже фиалки Оказывается, эта красота как инфекция Но не смогла Любовь Андреевна не завести несколько горшочков с милыми цветами Вот и дома еще пара-тройка ярких цветов В соседней комнате у Ольги Рубертовны Она ее называет барышня-крестьянка Она действительно красивая Красивая Вот уже в который раз хозяйки фиалок говорят, что названий и разновидностей этих ярких цветов они не знают Впрочем, важно ли это? Какой уход? Ну, как бы, вроде бы не очень сложный Но все равно надо за каждой смотреть Во-первых, вот от листочка, практически от листочка до цветения хорошего букетиком год Ну, а потом уже подкармливать, смотреть, чтобы не заболели, не перелить За каждым цветком нужен уход А чем здесь вот в лаборатории их подкармливают? Это ничем, просто воздух Вообще-то, конечно, все равно покупаем удобрения какие-то именно для фиалок Но так им, ну, не могу сказать Но цветут хорошо Правда, дома у меня тоже цветут хорошо У древних галов фиалка считалась символом невинности, скромности и девственности Ею украшали ложи новобрачных и клали в могилу безвременно погибшей невесты Кроткая, застенчивая, скромная Вот самые распространенные эпитеты фиалки От галов любовь к фиалкам перешла к французам У которых они стали эмблемой вечной верности и постоянства Очень любил фиалки и великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев Он преподносил их своим друзьям и был весьма благодарен, когда они ему отвечали тем же А в сказаниях известной латышской писательницы Анны Сакси Фиалка является маленькая очаровательная скрипачка Волшебные звуки ее скрипки может услышать всякий, имеющий нежное любящее сердце и добрый покладистый характер Красивый грациозный цветок под именем пармской фиалки Испокон веков выращивают не только для букетов, но и для парфюмерной промышленности В маленьких лавочках итальянского города Парма и сегодня продаются флаконы духов Вера Виолетта В былые времена фиалки использовались в разнообразных целях Их включали в состав любовных напитков и амулетов Здесь мне нравится вот так, вот это Ага, вроде бы такая скромница Когда их три штучки цветет, цветочка, вот они распустятся, очень красиво И нравится вот это В дни фиалок и ландышей длятся не вечно, весна незаметно уйдет Но для тех, кто влюблен, ведь она бесконечно в сердцах пробужденных живет Апрель. И цветение моих фиалок в самом разгаре Мне нравятся эти цветы их нежностью и обильным цветением Только начинает отходить зимняя холода Сразу мой подоконник покрывается разноцветными лепестками Ощущение вечной весны До свидания Субтитры создавал DimaTorzok